Девушки отдыхают Девушки отдыхают Выдвигается к точке Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Группа на позиции готова выдвинуться Понял, мы на подходе Ревизор, ваша цель освобождения заложников Двое гражданских зданий Будьте аккуратны, они не должны пострадать У вас очень мало времени Как поняли Транспорт где? Вторая группа обеспечивает транспорт и движцы к вам Вашим саморасчетом помощь будет в течение в 10 минут Черт У тебя что, имплант полетел? Когда долго в игре Подсказку перестает выдавать Тебя старик убьет Третий раз к немцам на приустановку отправлять Все, встали и за мной пошли Рассчитываем маршрут Идем команды, как понял Уродов Слиток 3, я ревизор, тебя понял Слиток 3, я ревизор, мы б***и, работаем Откуда лестница? На лестницу, пустаны Слиток 3, я ревизор, я ревизор, я ревизор, я ревизор, я ревизор Поднимаемся на третий этаж Гранатомет вправо, к ГАЗУ Второй этаж, среднее окно Ухрики, ухрики, улетел Накрой его Ревизор, я слиток Заложников пошли, мы на подходе Я его снимал? Ну, попробуй Наблюдаем движение больших сил боевиков южнее вас Коррору на 7,6 Слиток 3,4 Ревизор, конфликток, две минуты до прибытия Слиток 3,4 Слиток 3,4 Слиток 3,4 Слиток 3,4 Слиток 3,4 Ревизор зачищено, заложники живы Развяжите их Мы готовы выводить заложников, где транспорт? Ревизор, я слиток, одна минута до прибытия Давай заканчивай, домой уже хочется Сейчас Ревизор, мы на месте 30 секунд до прибытия Выбадите заложников, надо убираться отсюда Подходим к точке, как видел Это полоса первая, обеспечьте прикрытие, мы выходим У нас гости, может поможешь? Развлите обстановку, что у вас происходит? Сильные помехи 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты опоздал. Прости. Вера группа Happy Monday. Запрещенная игра. Задерживаем всех игроков и персонал. Будьте внимательны. Внутри два наших цензора. Работаем, работаем. Отдел Цент. Всем выйти из игры. Руки за головы. Вы задержаны. Вы кто такие, придурки? Спокойно, спокойно. Спокойно. Есть место. Не посевелиться, я сказал. Выход. Своим. Послушайте, вы здесь главный. Женщина, отойдите. Я здесь управляющая, вообще-то. Немедленно прекратите все это, слышите? У вас нет ни ордера, ничего. Ваши бойцы не имеют никакого права здесь себя так вести. Сейчас сюда приедет полковник из управления. И вы будете перед ним оправдываться, какого черта вы все это делаете, без всяких санкций. Послушайте, вам это надо? И нам не надо, чтобы вы ставили на уши всех наших клиентов. Может быть, мы с вами пройдем в переговорную? Там спокойно, цивилизованно обо всем договоримся. Эй! Разберись. Пойдемся. Отпустили меня! Входишь, подчиняйтесь законам требования. Каким законам? В фотореалистичных играх с имитацией тела игрока и с полным реализмом окружения недопустима пропаганда жестокости и насилия. Записями на импланты двух цензоров установлено, что объем травм и мучений игровых личностей, в том числе не нежных никакой угрозы игроку, обществу в целом, прочим государственным интересам, иным субъектам... Какие мучения? Это ж пиксели. Вы что, своих, а? Своих, да? Руки убери, я сказал, ну! Потворство садизму в игре прямо провоцирует на неприемлемое поведение в реальности. Преступление против социальной безопасности, статья 382 Уголовного кодекса. Возмездие в игре должно быть неотвратимо при любых вариантах агрессивного поведения игрока. Ведь это же мог быть просто сбой, случайный сбой аппаратуры. Да, я понимаю, у вашего отдела С есть же какой-то фонд в небюджетной поддержке. В конце концов, здесь, можно так сказать, тренировались ваши коллеги. Я надеюсь, вы понимаете, кто сейчас там, в зале. Убери руки. Руки убери, я сказал, ну! Залей в карман. Ну? Ну что, вы мне все на корячках ползать будете? Землю жрать! Ой! Я-то думал, что тут что-то типа такого. Я тебя достану, сука! Я тебя достану! Я тебя достану, слышишь? Я вас всех достану, уроды! И что это было? Думаешь, наедет? Да пусть только попробует. Шефила сразу в асфальт закатает. Задержанный, я имею право позвонить адвокату. Да вы! Да как вы смеете? Господи, отпустите меня, мне больно! Дегенерат, ты вонючий! Ты полегче, когда вне игры, а? На шефы и так дают со всех сторон. Это такое спасибо за то, что я всю грязную работу делаю? Какая вожа тебя под хвост попала? А ты прикинь, какой этот мудак будет борзый, когда от него ситуация будет зависеть, а? Не он от кого-то, а ты от него. Или тебе нравится, когда от тебя ноги утирают? А, я забыл, ты же у нас чемпион по зоду. Но деньги не творят чудеса. И если он к тебе ночью домой придет с обыском, не хотел бы? Я бы не хотел с тобой встретиться в темном переулке. Не забыл только, что ты бывший чемпион? И никаких призовых тебе уже не светит. Зода-то у нас больше нет. Или у тебя старые призовые еще не кончились? Брат-цензор. Я и без призовых лучший. Уверен? Новые технологии, новые опасности. Повсеместное неконтролируемое распространение вироклубов, которые позволяют имитировать реальность, привело к тому, что страну охватила волна жестоких и бессмысленных преступлений. Обыгравшиеся подростки копируют сюжеты и поведение из виртуальных миров в реальную жизнь. И снова печально знаменитая игра «Зодиак». Якобы симулятор ловли серийного убийцы. На самом же деле игра прямо провоцирует людей с неустойчивой психикой имитировать действия маньяка. А после убийства запутать следы, наведя подозрения на невиновного. Зон! 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 Сегодня этому положен конец. Специально созданное новое подразделение МВД остановило ужас на улицах наших городов. Цензоры отдела «Ц» тщательно проверяют, сколько социально опасных деяний позволяет совершить виртуальный мир. Только вместе мы сможем остановить это. Пользуйтесь услугами только лицензированных вироклубов. Сегодня отдел «Ц» отмечает свою третью годовщину. Но доживет ли он до четвертой? Все громче звучат голоса представителей игровой индустрии, требующих ослабить контроль и вернуть его в разумные рамки. Как известно, с момента основания отдела возглавляет Мордов Андрей Евгеньевич. Его избыточное рвение связано с личной трагедией. Два обыграв пустя подростка буквально скопировали сюжет убийства из виро-игры в реальность. Их жертвой стала дочь Мордова, активистка, выступающая против насилия виро-игр. Она была похищена из виро-игр. Были установлены личности этих подростков. Их тела также обнаружены на месте трагедии. Дили еще рано ставить дочку. Цензор остановил, что выключил отречаемое подразделение. Все его... И так на улице. Не надо было лажать. Стас. Но он же... Он же в паре с Алексеем. Они же у нас лучшие. Чемпион мира по зодиаку. Это симулятор серийного убийцы. И вы думаете, что чемпион по зодиаку может страдать синдромом одушевления? Не надо! Он чемпион по официальной версии. От лица издателя турниры проводились по играм только со стороны следствия. Именно по этой версии Стас и был чемпионом. Подогревать интерес к играм со стороны маньяка нужно не было. Те турниры проводились без официального участия. Просто по сети. Игроки выступали под псевдонимами. Победителями давали своих реальных имен. В паре Алексей и Стас за имитацию жестокости отвечает Алексей. Стас же, напротив, пытается сердчески уклониться от этого. Он лишь дуэлирует с особо опасными игроками и персонажами. Стас помогает Алексею, чтобы добиться большей эффективности. Если бы своей дуэли с самыми опасными ботами Стас заканчивал жестокую расправу над ними, чтобы выжить максимальное количество римбет. Но, напротив, он предпочитает обивать их быстро и легко. Синдром одушевления? Не совсем так. Стас считает себя лучшим игроком среди цензоров. Действовать так, как действуют остальные, это ниже его достоинства. Он брезгует, как это называется, давать мясника. Лучше дать мясника в игре, чем в реальности. Это его работа. Но он не относится к этому, как к работе. Для него это лишь способ доказать, что он смог переиграть сценаристов, придумавших игру. Что он оказался умнее. Что изобрел линии поведения, которые не смогли предусмотреть ни сценаристы, ни все наши бета-тестеры вместе взятые. Он смог переиграть всех. Доказал, что он лучше. Привет. Выбрала? Выбрала. Бора-бора. Летим в пятницу на неделю. Пусть они только попробуют тебя не отпустить. А Тим без тебя прекрасно справится, не переживай. Это всего лишь неделя. Тим? Да. Тим давно уже бумажки перебирает. Я не знала. У тебя новый напарник? Кто? Алекс. Алекс. Почему ты никогда не рассказываешь о работе? Что ты там делаешь? Играем. Сорвали тренировку тактических навыков спецподразделения. На нас травят министерских. Я вижу, Стасик, у вас тут все игрушки. А вот у меня уже приказ. За несоответствие должности, наказать по всей строгости и отчитаться о выполнении. Ничего нельзя сделать. Сделать? Ну, мы же как обычно. Нас насылают проверку. Давно к нам подбираются. Одного я попробую вытащить. Одного? Кого-то придется отдать. В протоколе цензоров двое. Может быть, есть доброволец? Стас, что у тебя с имплантом? Да у него все в порядке с имплантом. Только выдача в зрительный нерв вырубается и все. А пишет все четко. И считать он умеет. Таблица помнит. Значит так. Я впрягаюсь и прикрываю. Но только одного. По формальным показателям. Как лучшего цензора. Мы же всегда в паре работаем. Одного. Лучшего. Цензора. И что? Какие планы? Еще с кем-нибудь из министерских посраться. Или корочки на пупо бросать. А что, у тебя есть варианты? Или ты хочешь быть добровольцем? Ты хочешь, чтобы мы теперь грызлись между собой? Потому что он так сказал? Или ты ему поверил? В том, что нас так наехали, что он теперь будет своих сдавать? Что-то я не верю. Мутит он что-то. А смысл ему? Без понятия. Но хотел бы он оставить одного, он бы взял и оставил. Почему такие сложности, а? Я даже знаю, кого бы он оставил. Кто у него в любимчиках. Да ладно. Мы же так проскочим. Ну, на крайняк я любимчик. Потом замолвлю за тебя словечко. Мол, не могу без своего Санчо Панци. Возьмем тебя назад через полгодика. Так уверен? А если я выиграю? Или ты этого расчет не берешь? Ты? У меня? Я. У тебя. Ну попробуй. Ну попробуй. Ну что, как у вас дела? Почти закончили на Евгенче. Игрок присоединился. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если кто-то думает, что быть цензором в играх — это развлечение, возможность играть в виру бесплатно за госсчет, а за это еще и приплачиваю, забудьте. Вы не туда пришли. Вред оценивается в лимбедах. Каждое антисоциальное действие. Не подходи. Ты знаешь, солнышко, мне так нравятся такие робкие девочки, как ты. Порог запрета зависит от степени реалистичности. Чем выше фотореализм, чем реальнее физический движок игры, чем правдоподобнее модели людей, устройство вещей, тем ниже допустимый порог. Предельно жестко для игр, не отличимых от реальности. Ваша задача — превысить этот порог. Как цензор вы должны закончить игру, едва начав. С минимумом средств, доступных игроку в начале игры. Поймать момент и использовать на полную. Играть лучше, чем любой из ботов или реальных игроков, если это многопользовательская игра. Глеб, стреляй! Он один из мародеров! Лида. Лидочка. Не только нас касается. Это последний шанс для каждого. Она была в той лаборатории. Ты понимаешь? Она ключ ко всему. Нам нужно доставить ее до базы. Там, может быть, есть еще военные врачи. Тихо! Главная трудность, с которой вы столкнетесь, это реакция игрового мира на ваше неадекватное поведение. Все игроделы наконец-то научились за этим следить. Встраивают механизмы кармы. Уйди со света! Да уйди ты уже! Правда, пока еще они недостаточно хороши. Стой! Слишком жесткая карма не дает игрокам никакой свободы. В такую игру никто не будет играть. Более слабая требует очень точной настройки. Вы ищете способ обойти. Пытаетесь обмануть все их алгоритмы и эвристики. Замечаете все то, что они не досмотрели и не додумали. Нам нужно срочно уходить отсюда. Всем! У меня всего три патрона. Три. У меня есть антидот. В их виртуальном мире вы идеальный преступник, остановить которого они не в силах. Ну ладно, я понял. На связи, если что. Ружье. Вашей целью должны быть прежде всего не опасные персонажи. Безоружные или разоруженные. Да не боись. Больше одного не прикончу. Чем более неприемлемо действие, тем больше лимбед. Тебе все самое лучшее? Тебе все самое лучшее? Это я возьму бесплатно. ВЫСТРЕЛ Прости, прощай, привет! Прости, прощай, привет! Прости, прощай, привет! Индикатор цензора помогает вам не сбиться со счёта в критические моменты. Запись вашей игры идёт на имплант. Одна дона. Он защищён от любого воздействия аппаратуры Вира Клуба. Доза одна. Убийство издали, без деталей, быстрая смерть, мало лимбед, близкий контакт, мучения, много лимбед. Некоторым это не нравится. Зачем? Ты же все равно сдохнешь. Два часа, потом кома и конец. Ты уже зомби. Мне хватит. Это не развлечение. Это работа. Ты убил его? Я убил, только ранил. Если вы хотите быть цензорами, вы будете это делать. Бегите! Нет, солнышко, подожди. Я не могу тебя просто отпустить. Ниточка. Порщаться! Я убил его. Я убил его. Подожди. Можете. Бегите! Я убью тебя. Я убью тебя. Я убью тебя. Бегите! Да. Ну что? Получилось без меня? Тебе уже Лидочка все слила? Интересно, а шеф знает, что она тебе все сливает? Пентить ты не научился? А то начать еще можешь, а вот закончить никак. А что ты такой довольный, а? У тебя у самого-то получается давать мясника без меня? А? Получается? Получится. И без мясника. Расскажи потом, как. Слуха, хлопчик, я сейчас не разумею. Ты в этой игре с самого начала, так? Ага. Так если ты пулемет месяц назад добыл? Шо и ты клан свой не зарубыл? С пулеметом-то? Не вышло. Темнишь ли шето, хлопчик. Темнишь. Слуха, мил человек, если утащить пулемет, отсюда могут двое. Как ты его сюда один припер? А? Очевидно. Я был не один. Бережно, бережно. Нет никакого пулемета. Тебе просто моя граната нужна. Ну куда же я без твоей гранаты? Угу. Тут помимо пулемета был почти ящик динамита. Револьвер. Из кубырей. Потихеньку. Угу. Прыгай. Ай, падла! Сволота! Огонь! Думаешь, уйдешь, падла? Да куда ты уйдешь, до ствола? Да тебе на хуторе, как только ты без меня явишься, тут же на куски порут. Падла, ты гнилая. Да не дойдешься до хутора. Тебя тут. Прикопаю. Мама. 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 Если отключаешь боль, следи за каждой царапиной. Потерю крови еще никто не отменял. В спину стреляешь? Крысе! А сюда пришел, чтобы что, поделиться со мной? Все-таки не уступишь? Я никогда не проигрываю. Зачем тебе все это? Три. Ты же можешь хоть полгода, хоть год играть, купишь себе виру на свои призовые и играть, сколько влезет без корочек? Четыре. Пять. Пять. Даешься, Санчо Панца? Есть. Семь. Мне оно нужнее. Поверь. Сука. Ну что, будем считать, что все между народом было честно с самого начала. А кто лучший, тому все и досталось. Не забит? То есть ты самый лучший? Можешь выходить, ставь скрипты, я добью так тебя, как пустую тушку. Думаешь, тебе все досталось? Ну, как хочешь. Тебе меня не победить. То есть что? Хочешь меня этим достать? У нас за пять секунд черепаха спрячется. Ты что делаешь, мудак? Стоп! Там же динамит! Ты пулемет взорвешь! Нет! Нет! Там же без пулемета никак. Там же их столько, там без пулемета их не покрошить без шашек, а! Я думал, я думал, ты со мной, а ты как все они. Что? Что ты думаешь, ты мне плохо сделал? Да там же теперь никто не пройдет! Зачем тебе это? Потому что я лучший. Сука! Где ты? Зачем тебе это, сука? Ты же можешь купить себе этой вирус сколько захочешь! У тебя же есть деньги! Вера, клуб Невская застава. Сейчас подожди, посмотрю адрес. Тим, подожди, у меня вторая линия. Да. Стас, привет! Помнишь, завтрашний план? Нет, не помню. Мы же летим на Бороборо. Алена, если хочешь лететь, лети одна, я не могу. Все, я не могу говорить, пока. Да, Тим. Ага. Где ты, говоришь, этот клуб находится? Тима, ого! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Жизнь мне попортить. Были тут уже такие герои. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ты что, Маска-то? Ты же нас снимаешь. А он, наверное, как в этом. Да. У меня такое было. В Зодиаке. Засерись. Когда играешь... Ну, в общем, там мое лицо под камерой не попадало, и знаешь, как вычислили? В общем, там бутылка была, и мое лицо в этой бутылке отразилось, и они с помощью специальной программы вычислили. Ты паранойя, Глядя. Все, стоп. Здесь. Давай сюда. А что, сжигать-то обязательно? А что, топить, что ли? Потом всплывет, к берегу прибьет, со мной сколько раз такое было. Закопать же можно. А запах? Собака вычует, откопает, увидите. За все надо платить. За все надо платить. За все. Главное, не оставлять следов. Алло. 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 Я, конечно, понимаю, что мы не настолько близко с тобой знакомы. Но Стас вообще меня ни с кем не знакомит со своей работой. А насколько я знаю, мы с ним напарники. Да, мы напарники. Но мне больше не к кому обратиться. Я понимаю. Все хорошо. Скажи, что тебя тревожит. Мне кажется, что Стас от меня что-то скрывает. Ну, у тебя есть повод для беспокойства. Там у нас в отделе столько красоток ходит. Меня беспокоит другое. Стас в последнее время стал очень скрытный. И он стал другой. Чужой какой-то. Ничего мне не рассказывает. Как будто в другом мире существует. Либо потому, что у него там неприятности. И он хочет меня от них оградить. Либо потому, что не доверяет мне. Потому, что я ничего не понимаю в современных технологиях, в играх, в вире. Расскажи мне. Ну, и даже затягивает, да? Как наркотик. Расскажи. Что случилось? Сиди, не вылезай. Почему устали? Нет времени объяснять. Давай туда. Может быть, мне самой стоит попробовать? Ну, я не знаю, понравится ли тебе это. Ты ведь никогда не играла. Он нас прятал. Помогите! 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 Тебе надо отцифроваться. Отцифроваться. Мне? Угу. Сейчас очень большой спрос на цифровые копии из живых людей. Я знаю, что делают с этими цифровыми копиями. Это все неважно. Это все можно обговорить, уточнить в договоре, по пунктам. Да, но... Что оно? Тогда ты будешь ближе к нему. Ты ведь этого хочешь? Да. Ну, а ты думаешь, это поможет? Ну, слушай, я... Не семейный психолог. Если тебе наплевать на Стаса, ты можешь этого не делать. Почему мы не едем? Что, это с машиной? Ты думаешь, это нам поможет? Молитвы добрые, пропев слова. Ничего, справимся. Это очень опасно. Если их кровь попадет на слизистые оболочки, это вызовет заражение. Поверь, я чуть с ума не пинул совсем, но я должен закончить его ради успеха. Надо беречь лицо даже от случайных брызг, особенно глаза и губы. Заражение может произойти даже через кожу, если на ней есть повреждения. Или просто от соприкосновения, достаточно плотного и литина. Также возможно заражение через нахождение в воде, если в нее попали телесные жидкости зараженных. После заражения наступает слабость. Если не делаем нужную колючить антидоп, через два часа наступает кома. Это конец. То, что очнется потом, будет уже не важно. Останцы, старшие шеф-летки, и отнеси на возбуждение к роману живого человека, а также не буду с другими людьми. А ты ведь ничего не знаешь, глупец. Я расскажу, все равно ей конец. Представь, да наблюдусь с ним. Потом включает заднюю смерть. За такое просто дерзкое наказание. И за нее мы просто двоушек земель. Война, друг мой, война всюду. Везде мой приют, прекрасное чувство. Но я не хотел и не должен был оказаться здесь. Но я здесь. Я пришел убить твою колебу, что от тебя на клетку слева мой король поют. И за нее остальные поводы. За нее плохие, бог и тепла. В нашем царстве красной раскол. В нашем братстве чую. Не дожить ей до припевы. Я пришел убить твою королеву. Я пришел убить твоему королеву. Что от тебя на клетку слева мой король поют. И за нее остальные поводы. За нее плохие, плохие дела. В нашем царстве красной раскол. В нашем братстве чую. Не дожить ей до припевы. Я пришел убить твою королеву. Стас, у тебя все в порядке? Любовь, быть может, и прекрасное чувство, но... Любовь, быть может, и прекрасное чувство, но... Я пришел убить. Обнаружен подозреваемый в стрельбе в торговом церкви. Свидетель наблюдал, как он двигался на юг. Внимание всем. Преследование нарушителя. Направление юг. По 95-м шоссе. Вижу объект. Начинаю преследование. Все свободные машины в мой квадрат. Твою мать. По колесам работай, по колесам. Он отрывается. Он уходит. Он уходит. Перекрывайте шоссе. Шоссе не пропадает. Прекрепленные за чересорный шоссе. Он взвернул к южной ТЭС. Прекрепленные за чересорный шоссе. Принял. Это 101-й. Контакт потерян. Ждите. Твою мать. Но только не сейчас. Твою мать. Твою мать. Твою мать. В квадрате 45 минут. Никак, нет, нет, нет! Непонят, нет, вооружён! У меня для тебя сюрприз. Не могу сказать, но ты увидишь. Симуляция и теория включена. Это что было такое? Твою мать. Да, шеф. А я что-то пропустил или вы ещё не предоставили отчёта? Сегодня всё будет готово. Рад слышать. Вечером отправлю. Жду. Андрей Евгеньевич, так нельзя. Вам надо взять отпуск. Вы должны лечиться всерьёз, потому что так вы совсем не отдыхаете. Брать отпуск можно тогда, когда из него успеешь вернуться. Будешь работать или нет, сука? Сейчас ты узнаешь, чем я тут занимаюсь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сдаешь позиции, Стас? Алекс сказал, что ты его уже не догонишь Я никогда не проигрываю Не проигрывал и начинать не собираюсь, понял? Это из-за Алены? А при чем тут Алена? Ну, или вы еще вместе? Прости, это, наверное, не мое дело Привет! Привет! Как у нас дела? Хорошо! Алекс что, решил собрать все, что наши скауты наряли? Стас, я не должна! Правда? Андрей Евгеньевич сказал, что вы ни Леша, ни тебе! Да мы просто отчетность посмотрим Что там наш напарничек наиграл за последний месяц? Посмотрим и все Я думаю, что мы идем в эту сферу И там расчетесь Эти русские швы Валтер! Валтер! Валтер, чтобы ты далеко Это наш последний шанс, товарищи бойцы Все вместе Сразу А там уж кому как повезет У меня всего два патрона осталось, товарищ командир Это наш священный долг За нашу великую советскую родину За наш великий советский народ Ура! Адельте шоу! Смотрите, это место Адельте шоу! Адельте шоу! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На землю твоя жидовская! На землю я сказал! Мордой вниз! Ты что, не слышишь меня, сука? Мордой в землю! Все! Ты тоже! Ну? И кто теперь тут лучший, а? А? Оленька! Датка! Старый пердур! Решил, что ты тут все решаешь, да? Как жить, а? Что делать в мою жизнь, да? Ты решил за меня, да? В мою жизнь! Чего? ПОДПИШИСЬ! 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 КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Вот это... Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, и как отсюда выйти? Фак! Придурки! Сейф! Продолжить! Продолжение следует... Подробнее... Продолжение следует... Как двусological чего-то твое более трансляции... Может быть возле пешке... Сверху, сп'емеет Quiدة... КОНЕЦ Ну вот, как видите, я иду с одним ножом, экономлю боеприпасы. Так называемый Цензор Стайл. Шутка. На самом деле, только тупая школота думает, что всё это и есть Цензор Стайл. Скажу вам по секрету, настоящий Цензор Стайл, это когда вы делаете то же самое, но только в настоящем веропогружении. Полная эмуляция всех ощущений. И на пределе реалистичности. Сейф. Чёрт. Сесть надо. Ну нахер. Оставил планшет где-то. Пойду посмотрю. Записать. Чёрт, безрукий. Выход. Выйти. Сохранить. Продолжить. Самое страшное случается вам каждую неделю. Но сегодня я попробую улучшить ваше настроение. Это прогноз погоды и я, Антон Гарнон. В нашем городе установилась жара. И просто жара. А жара аномальная. Посудите сами. Плюс 25 в начале мая. Когда-то вы увидите. Эй, что-то! По неделю день не из приятных. Что-то самое страшное случается вам каждую неделю. Но сегодня я попробую улучшить ваше настроение. Это прогноз погоды и я... Возвожия, охгоняй! Попадаю! В Isa chapter. Попадаю! 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 Продолжите. С последнего сохранения. Эй, что там? Тим, привет. Это Алена, мы… Тим, подожди, подожди, я хочу знать где Стас. Что там? Стас проверяет какую-то игру. Какую? Ну! Тим, что происходит? Вот дрянь. Где сейчас Стас? Ты можешь мне взять просто место. Я тебя прошу, просто скажи мне место. Где вы находитесь? Я Антон Горно. В нашем городе установилась жара. Не просто жара, а жара аномальная. Посудите сами. Теперь можешь хоть обораться, сука. Угрожает нам, буквально угрожает тем, что скоро, совсем скоро… Малыш. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что за шутер? Что происходит? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Произошла ошибка. Отпусти заложника. Цензор, это все не игра. Добро пожаловать. Вам у нас обязательно не нравится. Это все не игра. Ты можешь хоть оборонить? Что там? Произошла ошибка. Плюс полицейский преисполнение. Положи оружие и выходи с поднятыми руками. Тут минимум 110. Нет. Мало. Мало. Я повторяю, ты сейчас в реале. Отпусти заложника и выходи с поднятыми руками. Мы не будем стрелять. Произошла ошибка. Мы не будем стрелять. Отпусти заложника. Выходи. Цензор, это уже не игра. Сейчас сюда прибудет свое начальство. Не делай глупо... Время тянешь. Выходи с поднятыми руками. Денька, пожалуйста, я... Я хочу к вам. Цензор, это уже не игра. Поняли, что произошло. Ты играл. И сейчас ты в реале. Повторяю. Ты уже в реале. Это не игра. Не имею в виду, что это. Все как в реале. Это уже не игра, ворота. Ты уже в реале. Дяденька, пожалуйста, я хочу к маме. Отпусти заложника. Выходи с поднятыми руками. Вы не будете стрелять. Произошла ошибка. Вы не будете стрелять. Отпусти заложника. Выходи с поднятыми руками. Это уже не игра. Я не разсудю свое начальство. Делаю глупости, центр. Продолжение следует... Продолжение следует... Иди отсюда! Отпусти заложника и выходи с подвесными руками! Вы не будем стрелять! Произошла ошибка! Вы не будем стрелять! Отпусти заложника! Выходи! Сенсор, это уже не игра! Сейчас сюда приходит свое начальство! Выходи с подвесными руками! Вы меня разочаровали, Стас! Я вынужден вынести выговор о неполном служебном соответствии! Вы не смогли довести до порогового воздачения проверочную ситуацию! Так значит, это все подстроено? В следующий раз это будет подстроено уже не мной! Ловушки для цензоров! Не дать добраться до запретительного порога! Все специально! Если не уверен, играя или нет, должен был прижать персонажа! Любого, кто утверждал, что Реал! И продавить его на то, что он знает! То, что он может знать! Если это Реал! Я же поверил, что... А мы здесь не куличики в песочнице делаем! Ты и тут должен тормозить жестокость! И неадекват! Любой! Иначе сначала в игре, а потом... Ты хоть знаешь, что... Неадекват? Это кто тут неадекват? На моем месте должен остаться лучший! И не только в игре! Он должен понимать, для чего все это! И быть готовым на многое! На все! Если надо! Стас! Ты почему не брал трубку? А у тебя все в порядке? Да! Стас! Я... Я приехала, я рядом! У тебя все хорошо? Стас! У тебя все нормально? Малыш, ты сейчас где? Я здесь, я здесь! Я рядом, я рядом с тобой! Я сейчас приду! Алена! Алекс? Алекс? Алло! Алло! Шеф, от Аттим, у нас проблема! Алекс вывалился в реал! Что? Этого не может быть, потому что... Он все еще в игре! Он не понимает, что уже в реальности! Что? Тревожная группа не смогла его остановить! Мы посмотрели по камерам! Он ушел! Он ушел в город, шеф! Вы... Вы слышите меня? Алло! Шеф, вы слышите? Нет, этого не может быть! Делают... Презворительным данным два трупа! Сколько? Два трупа! Это персонал Фира клуба! Это... Это... Это непредвиденные обстоятельства! Это катастрофа, сэм! Он полностью уверен, что все еще в игре... Нет, это... Он не понимает, что уже в реальности... Аттима не может быть! Нет, я... Минуту! Нет... Алло! Здравствуйте! Подожди! У нас катастрофа. Алекс? Да. Оператор пытался его остановить. Теперь наряд. Нашли! У него еще один заложник. Ай! Давай, бот! Швили лапами! Вставай! Давай! Это я, Алёна! Вперед! Понял уже, что ты. Я понял, для чего ты здесь нужна. Я на такие тупые разводы не ведусь. Проверщики! Случайная встреча! Стас! Да? Это ты? Или вы там сейчас все вместе в агенции собрались, да? Чтобы посмотреть, как я лажанось? А? На большом экране смотрите, а? А это ты? Это ты мне, Стас, в ответку, да? Что я и оцифроваться сказал? Вставай! 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 Я не пойду! Я не пойду! Теперь у этого урода автомат и броник. Кто главный? Главный кто? Кто? Я цензор отдел цех. Кто главный? Я знаю, кто ты. И кто этот урод, тоже знаю. Убери это дерьмо отсюда. Ты не понимаешь? Близко, чтоб не было. Да не понимаешь! Если будет лезть, работай по ногам. Да пошел ты! Будьте осторожнее, внутри. Готовьте газ. Раскатаем его. Командир! Занимаем позицию. Есть сигнал. Изнутри кто-то звонит. Разблокирую. Выводи. По карте это дом. Прямо из дома. Перевожу на нас. О! Там еще и видеосигнал. О! Там еще и видеосигнал. О! 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 Господа. Простите. У меня, кажется, аккумулятор заканчивается. О! 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 Он вообще не вырубается. В чем прелесть? Как в реальности. Делай что хочешь, а потом тебе за это ничего. Он не убил ее только потому, что ждет темноты. Он знает, что штурма не будет, пока она у него в руках. Для него это игра проверка. Он думает, что сможет победить. Он будет вырываться. Но для начала он заклеит ей рот и... Да вы не понимаете! Я понимаю. Кто контролировал мою игру? Я не знал, что будет так. Я сказал... К тебе идет мелькоморщик. У него нет оружия. Он подойдет и он может передать ему свое условие. Всем готовность. Думаете, что я сейчас все вороже начну переживать, что я в реале уже, да? Стоять! А его? Кто его контролировал? Как он вывалился? Стас, его уже не остановить. Нет! Работаем по плану. Я чист. Тебе нет смысла меня убивать? Чего ты хочешь? Вот что я хочу. Штурм? Стас, стой! У него Алена! Стой! Ты же сам прекрасно знаешь, что его уже не убедить! Убедить? А мы не будем его убеждать, что он в реале. Ах, суки, а имплант выключили, а? Что теперь я как будто уже совсем в реале, да? Ну я помню, я помню! Значит, что у нас? Бабы заруженные, да? И это тоже значит что? Значит, еще один! Один! Заходим с двух сторон! Больше я ждать не буду! Плевать, что другая штурма может пострадать за лошадь? Нет! Плевать! Пострадает и пострадает! Ей все равно не жить! Как только стемнеет, он будет уходить! Больше я людей терять не собираюсь! Вас понял! Готовимся к штурму! Заходим только по моей команде! Причал, это 017! Ждем указаний! Рацию убрал? Какого? Рацию опустил? Вторая группа готова! Ждем команды! Никто не стреляет! Ни в кого! Ты хочешь, чтобы мы его отпустили? Туда идет человек? Вы ему не мешаете! Человек! Вы ему не мешаете! Ты что, еще не понял? На него не действуют никакие слова! Его можно только пристрелить, как собаку! Вы ему не мешаете! Кто начал без команды? Кто дым пинул? Кто нашел? Куда взял? Куда взял? Что у вас происходит? Ответьте! Нет! Принял! У него в руке магазин! Он направляется к дому! Какие указания? Пришел! Прием! Как поняли! Стасик? Ты-то точно мне не можешь магазин нести? Что за тупые разводки? Не трогаем его! Не трогаем! Не трогаем! Продеваем! Ждем приказа! Приказим! Андрей Евгеньевич! В шкурке Стасика! Это они меня так провоцируют специально! Андрей Евгеньевич! Тяжелая артиллерия подошла, да? Стас! Неужели вы меня сейчас будете убеждать, что это все не игра, а реальность? Не досмотрел, Лешенька? И ты это называешь профессиональной работой? Стас! Я его вроде обыскивал! Стас! Андрей Евгеньевич! Андрей Евгеньевич! Остановитесь! Все-таки! Магазин на пол! Теперь пасуйтесь сюда! А это... сдача! Присаживайтесь! Вы тоже можете присесть? С удовольствием! Стас! Стас! Значит... финальная проверка, да? Я сразу понял! Не выгляжено послать кого-то другого, чтобы решить, кто после вас будет главным! А Стас? Он уже закончил? Вы, конечно же, не скажете мне, да? Сколько он заработал баллов! Неужели больше, чем я? Могу сказать, что самое интересное только начинается! Поэтому вы пришли лично! Магазин принес! Магазин! Не хотите же вы сказать, что я должен остаток заработать на штурме? Они же там все в бронежилетах! Если я их буду убивать, это же очень мало баллов! Да ваш аватарка, Андрей Евгеньевич, принесет больше, если я ее... попорчу! Вы оставьте эти истории с магазином кому-нибудь другому! Здесь... что-то другое! Да? Вы что-то... хотите что-то... Вы пришли проверить... какое я приму решение? А я должен принять оптимальное решение? Да, значит, здесь... значит, должен быть какой-то шанс, который я должен использовать! Тепло! И это не прорыв! Это здесь! Теплее! Здесь! А это честная загадка? Здесь нет никаких подземных ходов, тайников, а? Пиксель-хантинга? Обижаете, Алексей! Все, что вам нужно, у вас перед глазами! Нужно только сложить все воедино! Соединить! И понять! До порога у меня не хватает одного человека! Да? Но вы... и вы не в счет! Стас! Стас! Она безоружная! Но этого мало? Мало! Мало, Лешенька! Мало! Мало! Слишком мало! Я не вправе от кого-то требовать какой-то жертвы! От обычного работника отдела Алексея нет! Но если человек метит высшее руководство, он должен понимать, ради чего все это! Понимать! И помнить! Что-то навредительство! Что это было? Нет! 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 Ослабляет веревку! У него нож! Это последний шанс! Если он подумает, что это ловушка в игре... Да! Самоубийство! И самоубийство на полную катушку приносит пятьсот лембет! А это абсолютный рекорд для цензора! Да? Да! У меня фулл контакт! Я знаю! Но прежде чем человек будет требовать от кого-то преданности к делу, он должен доказать, на что он готов пойти ради этого дела! Да! Значит, начнем с членовредительства! Подождите, Алексей! Вы ничего не забыли? Взрыв может все испортить! О! Да! Да, да! Взрыв! Взрыв может все испортить! Взрыв может все испортить! К делу, Леша! Итак... Членовредительства! А-а-а! 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 Алексей! Мы еще долго будем заниматься этим детским садом? А-а-а! Да! Вы же хотите досмотреть все до конца! А как же главное блюдо? Вы думаете, у меня так много времени? Сейчас! 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 Вот так! Теперь можно с чувством! С толком! С расстановкой! В конце концов! А все в этом мире нужно попробовать, да? Ух! А-а-а! 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 Стоять! Стоять! так это вам нужно теперь я все правильно сделал Андрей Евгеньевич правильно за все надо платить за все давайте Андрей Евгеньевич у а а а а а чем тем им тем там а а демоб а а А-а-а! Ты не имера! Сына! 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 Давай! Да! Да! Давай! Давай! Давайте! Блядь! Блядь! Я выиграл. Ура Сменяя! Д distracting hearing from To Субтитры сделал DimaTorzok Так, тому, кто возглавит отдел, я вам его найду. Это уже ваше дело. Я свою функцию выполнил. Я буду петь теперь, не упав. Вот это личные вещи погибшего, браслет и упомянутое письмо внутри папки. Дальнейшее меня уже не касается. Дальнейшее меня уже не касается. Клуб уже открыт. Можем заказать любые игры. Хорошо. Этот зодиак. Найди мне его. Пускай тоже поставит. Ну вот и все. Стас, ты же не собираешься вернуться в игру? Стас, я просто очень сильно боюсь потерять тебя. Ты знаешь, что на дне, и ты стремнешься ввысь. Попробуй забыть и попробуй простить. Нам нужно уметь улыбаться. И некуда деться, и некуда плыть. Нам нужно учиться смеяться. Встать здесь без удара, твой таящий ног. Твое отечество, твой царь и бог. Ты здесь родился, так плати налог. Под звуки гимна ты обязан встать. И своей родине отдать свой долг. Мы тебя к матери вернем, сынок. Без головы, без рук или без ног. Равняйся, СМЕРЛА! СМЕРЛА! Стас, машина уже ждет. Давай быстрее. Иду. Уже спускаюсь. Привет, Стасик. Если ты получил это сообщение, значит я уже мертв. Значит мои скрипты, которые я настроил, сработали. Они шарили по новостям, по форумам. И выяснилось, что я уже мертв. Как я умер? Не смог уйти от группы захвата? Или взяли ночью дома? Или прямо из отдела забрали? Так ты их науськал. Ты им рассказал. Только ты мог раскопать что-то из моих грешков. Не этот же старый индюк Андрей Евгеньевич. Эй, как был тебе за мостик, раз. Займись любовью и дай миру шанс. Так мы займемся здесь войной с любовью. Эй, как был тебе там этот наш крутой. Давай наполним небо добротой. Так мы наполним небо доброй кровью. И все, чем ты жил, чего ты ждал, чем дорожил, чем мечтал. Накроем пыль, от нас и встает темно-градным. Ты ведь в курсе, за что я пожег его дочку? Эту долбаную дуру. Странную активистку, которая хотела запретить нам в играх делать то, что мы хотим. Когда он был еще не мамаша всех цензоров, а просто ее папаша-депутат. Мы тогда в Зодиаке выбирали короля. Темного короля. И им должен был стать действительно лучший. Не ты. Все эти призовые, золотяшка на сцене, официальные данные. Это все чушь. Лучшие в Зоде. Без лица. Просто ради игры. По хардкору, сирийщикам. Нам вся эта показуха ни к чему. Я ее убил. И стал королем. А теперь, значит, король умер. Ну, да здравствует новый король. Мои скриптики прямо сейчас разбрасывают условия по всем нашим зодиаковским форумам, закрытым группам и всем сообществам, какие только есть. Знаешь, что будет последним, что ты увидишь перед смертью. И она тоже. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать.